Всем привет, ребята! Рад видеть вас на моем канале. И вот, когда все резко начали снимать видео о ранетках, а я это начал делать одним из первых, если так посмотреть, и буду продолжать делать дальше, я очень надеюсь, что вы будете оставаться вместе со мной, поддержите мой канал лайком и подписочкой, естественно. Сегодня мы с вами будем говорить на очень интересную тему. Эту тему мне подсказал один очень добрый человек в комментариях, и я подумал, что будет интересно это обсудить. Так вот, сегодня мы с вами поговорим о второстепенных персонажах из сериала Ранетки, а точнее об актерах, которые играют главные или же второстепенные роли. Постараюсь рассказать как можно больше информации о них, их жизни, поэтому давайте не будем медлить и поскорее начнем. Погнали! Сериал Ранетки — это культовый сериал, на котором выросла, мне кажется, большая часть поколения Z. О самих девчонках я рассказываю в отдельной серии видеороликов о группе, но о сегодня мы будем говорить именно об актерах, поэтому давайте не будем медлить. Если что, ссылки на инстаграм актеров, если, конечно, я смогу их найти, и они вообще есть, о которых я говорю в этом видео, будут в описании обязательно, к ролику, так же, как и тайм-коды. Поэтому можете смело переходить в описание, нажимать на ту информацию, которая вас интересует, ну и, конечно же, переходить на инстаграмы тех актеров, которые вас могли бы заинтересовать, которых вы любили в момент просмотра сериала. Ну а мы давайте начнем обсуждение. Начнем, наверное, с преподавательского состава в сериале, а именно со всеми любимого и особенно любимого группой фанатов под названием КВМ из рука Виктора Михайловича, а точнее актера, который исполняет эту роль, то бишь Виталия Абдулова. Какая звучащая фамилия? Но нет, сразу предупреждаю, ничего общего, кроме профессии, Виталий не имеет с Александром Абдуловым. Это просто вот такие похожие фамилии. Достаточно, мне кажется, распространенная фамилия, хотя я раньше думал, что он его сын. Виталий Абдулов родился 15 марта 1970 года и на данный момент ему 51 год. И родился он в городе Глазове. Или Глазове, вот не знаю, если вы знаете, напишите в комментариях, куда падает тут ударение. В школе Виталий Абдулов занимался баскетболом. В зрелом возрасте исполнитель достиг высоту 192 сантиметра и его вес приблизился к 94 килограммам. В школьные годы Абдулов играл в сборной команде Иркутска и завоевывал победы. Но позже это увлечение прошло. После выпуска Виталий поступил в местный энергостроительный техникум и получил специальность техника строителя. В непродолжительное время он трудился в Якутии и ни в чем не нуждался. Но грянула перестройка, работы не было, и парня забрали в армию. Он служил в секретной части войск ПВО в Сибири. О карьере в кино он задумался уже в достаточно зрелом возрасте, а именно в 25 лет. Позже, перебравшись в Москву, он стал студентом школы-студии МХАТ. До Ронеток актер снимался в таких проектах, как «Кадетство» и сериал «Солдаты», ну и в многочисленных эпизодических ролях. Но я считаю, что огромная популярность к нему пришла именно благодаря Ронеткам и этой довольно провокационной роли учителя-влюбленного в ученицу. Очень много фанатов было у этой пары и вот у этого вот такого, не знаю, тандема. Позже у актера были еще несколько ролей второго плана в различных фильмах и сериалах. В 2021 году Абдулов параллельно с основной профессией работает ведущим на праздничных мероприятиях и ведет курсы актерского мастерства, помогая абитуриентам, собственно, поступить в театральные вузы. Недавно, например, он снялся в одном из клипов Егора Крида, и также недавно он появлялся на канале Курага у Лены Третьяковой. Напомню, что это бывшая участница группы Ронетки, как раз-таки по сериалу у него были с ней отношения. И вот они появились вместе на YouTube-канале Лены и Жени, на канале Курага. У них вышло два видеоролика. В первом видеоролике Лена и Виталий обсуждают там какие-то моменты из сериала, смотрят на свои ошибки, над чем-то угорают, что-то обсуждают. А во втором ролике Виталий вместе с Леной и Женей зачитывают фанфики про Лену. И, собственно, героя Виталия Виктора Михайловича, да, зачитывают фанфики. Это, конечно, было очень жестко и пошловато, но мне, кстати, понравилось. Классное было видео. Если бы девчонки еще сняли какие-то такого типа с другими актерами, было бы круто. Но они, по-моему, сказали, что видео не очень зашло, поэтому они не особо хотят делать на эту тему ролики. А жаль, мне, кстати, понравилось. Конечно, немного грубовато и пошловато, но все равно это было весело наблюдать. Я даже оставлю вам активную ссылку на эти два видеоролика. Перейдете по ссылке в описании на них, посмотрите, они действительно интересные. Особенно, наверное, для тех людей, которые действительно состояли вот в такой вот группе и сообществе фанатов под названием КВМ-овцы. И, конечно же, вот для них, наверное, эти два видео очень знаковые. Поэтому можете перейти и посмотреть. Ну, а мы перейдем к следующему персонажу. Он тоже достаточно популярный именно в сериале и у многих был любимым. Всеми любимого историка Игоря Рассказова сыграл Александр Сифанцов. Актер родился в Брянской области 27 апреля 1977 года. В школе Александр Сифанцов учился не очень хорошо. О творческих профессиях он даже не задумывался. Думал о профессиях более практичных. Кстати, достаточно частая история, и даже сейчас. По типу повара-кондитера, шофера-дальнобойщика, агронома. Творческую профессию посоветовала выбрать Александру Сифанцову сестра. По ее совету он после окончания школы отправился поступать в Орловский институт искусства и культуры на режиссерский факультет. А в 1998 году Александр Сифанцов поступил в школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова и Михаила Лобанова. В 2002 году окончил школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра Сатирикон. Но проработал в репертуарном театре недолго. В кино Александр Сифанцов снимается с 2004 года. Вначале у него было несколько эпизодических ролей, а потом в 2007 году была главная роль в сериале «Бешеная». Он сыграл капитана милиции Вячеслава Семенова. Но все-таки настоящая и неоспоримая известность к актеру пришла в момент участия в сериале «Ранетки». После сериала актер не очень много снимался, но его можно было встретить в эпизодических ролях там и тут в той же кухне, в роли дизайнера я его смог заприметить. Но на самом деле играл он очень даже неплохо для комедии положения, это я говорю сейчас о «Ранетках», поэтому жаль, что я больше не видел его в каких-то крупных проектах. Мне кажется, у него бы получилось сыграть какие-то интересные достаточно роли, и сделать это на достаточно профессиональном уровне. Елена Борзова сыграла в сериале «Ранетки» роль зауча школы Людмилы Федоровны Борзовой. Видимо, фамилия актрисы так подходила под ее роль, что менять ее не стали. Елена появилась на свет 23 октября 1956 года в городе Москва. Юная москвичка хотела быть то архитектором, как мать, то балетмейстером. Однажды в студию, где Елена благополучно разучивала движение танцев, заглянула ассистент режиссера Юрия Григорьева Вера Лель. Внешние данные и артистизм Борзовой настолько понравились кинематографистке, что она позвала девушку на пробы в фильм «Письмо из юности» по повести Анатолия Соболева. Так, еще будучи школьницей, Елена дебютировала в кино. Далее Елена пробовала поступить в различные актерские вузы, но смогла поступить лишь спустя год. Интересным моментом я считаю, что Борзова ответила отказом на предложение Татьяны Лиозновой взять ее во ВГИК вне конкурса. Татьяна Лиознова, напомню, это достаточно классный режиссер, который создал культовые фильмы, в том числе и культовый фильм «Карнавал», который мне, кстати, очень нравится. Советский фильм. Не уверен, что моему поколению может он зайти, но опять же потому, что я смотрела телевизор в детстве, и его показывали, особенно в новогоднее какое-то время. Очень часто я его запомнил и считаю его достаточно классным и интересным фильмом о сложной судьбе девушки, поэтому посмотрите обязательно, если вы еще не видели. Так вот, Елена отказала достаточно культовому на тот момент режиссеру. Не знаю, правильно ли она сделала или нет, но в любом случае вот вам повествую это. После получения диплома актриса влилась в группу Московского нового драматического театра, открывшегося за три года до завершения Еленой образования и ставшего полигоном для обкатки пьес молодых драматургов. Зрителям запомнились образы, созданные Борзовой в спектаклях «Годы и странствий», «Игра воображения» и «Танго». Дальнейшей театральной биографией Елены были драмтеатр имени Станиславского и МХАТ имени Горького. Борзова снималась в многочисленном количестве фильмов и сериалах, но Ранетки — это однозначно ее звездная роль. Она реально очень хорошо ее сыграла, что даже я, кто видит любые недочеты актеров, потому что сам долго занимался этой спецификой, поверил ей и тому, как она отлично вжилась в роль. Сейчас Елена Борзова продолжает работать по специфике. Помимо этого занимается постановкой речи и ораторским искусством. Кстати, когда Нюта Боядовлетова пришла в группу, чтобы сниматься в сериале, ей пришлось заниматься с Еленой Борзовой, потому что из-за того, что Нюта жила в Ставрополе, у нее присутствовал южный акцент и говор, и вот с Еленой Борзовой они медленно, но верно избавлялись от него. Такая вот интересная заметка для вас. Ольга Недоводина исполнилась в сериале роль учитель химии Каримова Ирины Ринадовны. Кстати, из всех учителей она была моей любимой. Кстати, как я понял, не только у меня. И реально очень классная училка химии. Жаль, что, конечно, в третьем сезоне она, собственно, ушла из сериала. Но мне очень нравилось, как она ее играла, если честно. И, в принципе, ее героиня мне очень сильно заходила, потому что была достаточно человечной. И я вот мог бы поверить, что вот такая учительница, в принципе, могла бы быть в школе у нас. Недоводина Ольга родилась 23 ноября 1972 года в Краснодаре. После окончания школы Ольга Недоводина уехала в Москву поступать в высшее театральное училище имени Щукина. Позже она снялась в фильмах «Ваши руки, бакнут Ладаном» и «Свободная зона». И уехала на ПМЖ, постоянное место жительства в Лос-Анджелесе, США. Работала в Голливуде, но в 2006 году вернулась и начала работать в России. По моему мнению, актриса Ольга достаточно хорошая. И в отличие от многих, в сериале отлично справляется, опять же говорю, со своей ролью. По крайней мере, я не видел у нее каких-то абсолютно абсурдных моментов, которые встречал у других. К сожалению, больше информации об актрисе я не смог выведать, поэтому все, что нашел, то вам и рассказываю, потому что на самом деле очень мало каких-то биографических данных я смог найти на просторах интернета. Поэтому если вы что-то еще знаете, в принципе, о актерах, которых я сегодня рассказываю, пишите, пожалуйста, комментарий, буду обязательно отмечать себе, что... И в итоге, может быть, потом дополню это во второй части видео, а она обязательно будет. Об этом чуть позже поговорю. Галина Польских исполнила роль учителя литературы и русского языка, у которой все время болит голова. Прямо как у меня. Галина Польских родилась в Москве. Если что, я сразу предупреждаю, это легендарная актриса, очень крутая, ее знают очень много, причем разных поколений абсолютно. Это так вам на заметку, перед тем, как я начну рассказывать ее обширную фильмографию, в принципе, обширную биографию, потому что вот о ней информации достаточно много. Собственно, Галина Польских родилась в Москве. Детство ее было неблагополучным. Александр, отец будущей знаменитости в первые месяцы Великой Отечественной войны, погиб на фронте. Мать, она воспитывала двоих детей, Галину и ее старшего брата Виктора. В 1947 году, когда дочери исполнилось 8 лет, мама скончалась от туберкулеза легких. К сожалению, это частая история детей того времени, что вот родители у них, к сожалению, не выживали из-за каких-то обстановок в плане болезней, не сильно развитой медицины, или же вот из-за войны, которая действительно уносила тогда очень много людей на тот свет. Маленькую Галину разлучили с ее братом, его взяли на воспитание родители отца, а девочка осталась под крылом бабушки по материнской линии. Жили они бенно, бабушка устроилась работать уборщицей в магазин, в котором руководство учреждения выделило комнатку размером 9 квадратных метров. В этом помещении семья и поселилась. Бабушка с раннего возраста наставляла внучку, что главная ее задача – получить образование. Поэтому Галина хорошо училась в школе, особенно любила литературу и историю. Также школьница регулярно участвовала в конкурсах детской самодеятельности. И тут мы можем заметить сходство истории актрисы и ее роли в ранетках, ведь она, насколько я помню, была не только учителем литературы, героиня Галины Польских, но и вела кружок по актерскому мастерству, то бишь кружок самодеятельности. Поэтому, видите, как-то пересекаются линии именно актрисы, ее биографические какие-то записи, которые мы знаем, и именно сериал. Возможно, именно из биографии Галины взяли сценаристы вот это вот все и дали ей, собственно, роль учителя литературы. Достаточно такую высоконравственную женщину. После получения аттестата Галина решила, что хочет стать актрисой и подала документы во ВГИК. Сначала Польских поступила на курс Михаила Рома, но через некоторое время была вынуждена уйти в академический отпуск, поэтому впоследствии оканчивала вуз уже в группе Тамары Макаровой и Сергея Герасимова. Аннокурсниками Галины были знаменитые впоследствии артисты Лидия Федосеева-Шукшина, Жанна Болотова, Николай Губенко и Сергей Никоненко. Дебютом для Польских стала мелодрама «Дикая собака Динго», экранизация знаменитой повести Рувима Фраермана, в которой 23-летняя Галина играет роль восьмиклассницы. Со всесоюзным успехом этого фильма последовали второстепенные роли в таких известных картинах, как романтическая комедия «Я шагаю по Москве» и трагикомедия «Жили-были старик со старухой». Также главные роли в военных драмах «Верность», баллада о комиссаре, киноповести «Журналист». Картина о представителе СМИ, считает Галина, принесла ей несчастье, а именно смерть бабушки, а спустя ей 10 дней мужа. В 1978 году состоялась премьера комедии по семейным обстоятельствам. В роли Галины Аркадьевны актриса побывала сначала тещей, а затем невесткой. В главных ролях появились также Евгений Евстигнеев, Марина Дюжева, Евгений Стеблев и Евгения Ханаева. Также Галине достаточно много раз предлагали сотрудничество и зарубежные страны. Долгое время Польских играла только лирико-драматические роли. Но в середине 70-х годов Галина пробует себя в качестве комедийной актрисы в фильме «Автомобиль», «Скрипка» и «Собака Клякса». Затем последовали образы в фильмах «За спичками», «Брелок с секретом», «Отцы и деды», «Человек с бульвара», «Капуцинов» и многие другие. Эти роли отметили и кинокритики. Позже Галина также много раз снималась в кино и сериалах и на данный момент Галине Польских 81 год и она очень хорошо выглядит на свой возраст. От себя хочу сказать, что для меня было шоком на самом деле, что в «Ранетках» играет такая многогранная актриса, которая снималась в таких офигительных фильмах, как «Человек с бульвара» и «Капуцинов», «По семейным обстоятельствам», «Я шагаю по Москве» и так далее. Короче, нужно ценить таких людей, таких актрис, актеров, которые имеют такую внушительную фильмографию, которая длится уже больше 50 лет. Про героиню Галины я могу сказать только то, что она отлично ее сыграла. Ее персонаж получился такой кокетливый, женщина-учитель литературы, у которой почему-то постоянно случается мигрень. Я сразу вспомнил себя перед уроком математики в пятом классе. Мигрень у меня была на постоянной основе, ладно, шучу. А вообще из-за перенесенного сотряса в детстве, в пять лет, конечно, у меня могут и действительно происходят периодически головные боли, поэтому мне бы смеяться над героиней Галины. А какой из перечисленных мною ранее героев или же актеров вам нравится? Какой герой, какого актера вам нравится именно в сериале «Ранетки»? Кого вы любили, смотря сериал «12 лет назад» или совсем недавно пересматривая его? Ну, пожалуйста, напишите об этом внизу в комментариях, обязательно прочту. Ну, а я напоминаю вам, что это только первая часть видео, и я обязательно сниму вторую часть. Во второй мы с вами поговорим и будем продолжать говорить о актерах сериала. Пишите, пожалуйста, в комментариях, кого бы вы хотели видеть в следующем ролике. Ну, а я лишь попрошу подписаться вас, опять же, на мой канал и, конечно же, на мой инстаграм, ведь там тоже много всего интересного, много рубрик, много крыласных постов, в том числе о «Ранетках», сториз снимаю, обсуждаем там сериалы, конечно же, делаю вопросы-ответы, поэтому переходите, если вам будет интересно, обязательно на мой инстаграм, буду вас всех там очень сильно ждать. Ну, а я с вами прощаюсь, увидимся в новых видеороликах и всем пока-пока!